Война на Донбассе всю неделю была и одной из центральных тем в переговорах президента Украины, европейских лидеров и представителей США. Наверное, в Украине давно не было лета, настолько насыщенного внешнеполитическими встречами и событиями. Политическая неделя началась с визитов в Украину госсекретаря США Рекса Тиллерсона, генсеков ООН и НАТО. О Донбассе говорили и во второй половине недели на саммите Украина-ЕС, который состоялся в украинской столице. Впрочем, естественно, что только этой темой переговоры не ограничивались, а вот о чем еще говорили, о чем все-таки договорились, все обсудим с Павлом Климкиным, министром иностранных дел Украины. Рад вас приветствовать, Павел. Добрый вечер. О наших внешнеполитических достижениях немного позже, пока попрошу прокомментировать новость, которая сегодня не на шутку испугала украинцев. Буквально несколько часов назад появилась страшная новость на египетском курорте Фургаде, убили двух украинцев. Еще четверо человек ранены, говорилось в сообщении. Об этом первыми сообщило информагентство Reuters. Мол, неизвестный мужчина приплыл на территорию отеля из общественного пляжа и устроил настоящую резню. Но позже в посольстве Украины в Египте заявили, погибшие не были гражданами Украины. По последней информации, это две гражданки Германии. Среди раненых чехи и армяне. Нападавшего задержали, сейчас его допрашивают. Павел, прокомментируйте, пожалуйста, что известно на эту минуту. Украинцы все-таки пострадали или нет? За нашими данными, украинцы не постраждали, но несколько часов мы, конечно, занимались именно этой трагической ситуацией. Оскільки действительно погибли люди, я хочу высказать свое впечатление. И родинам погиблим, и всем тем, кто поранен и одужен. Наш консул уже майже в Хургаде, посол поддерживает очень тесный контакт. И хотя и украинцы не постраждали, но хочу скользиться эфиром. Это действительно очень важно. Я не хочу псевать отпуску никакой украинской семьи. Я понимаю, мряю про море, про несколько счастливых дней. Но наша безопасность, это самое важное. По-моему, МИД уже предупреждал украинцев о том, что нежелательно сейчас посещение Египта. Мы действительно это делали, но хочу действительно скользиться эфиром. Очень важно, оскільки на сегодня, как вы понимаете, в Египте ситуация очень непроста и достаточно напряженная. Поэтому гарантировать безопасность, мы, на жаль, так ситуацию не оценим. Будем надеяться, что украинцы нас сейчас прислушаются к нам и найдут, возможно, другие варианты бюджетного отдыха на море. Помиркуйте промежливые опции. Хорошо, давайте к нашим нестеполитическим достижениям, если таковые, конечно, были. Что бы вы назвали главными итогами? Давайте начнем с саммита Украина-ЕС. Безусловно, ратификацию угоди про ассоциацию, безусловно, безвизовый режим, оскільки это и результат саммита. Это автономные торговые преференции для Украины, которые были выданы буквально несколько недель тому. И теперь мы прекрасно понимаем, у нас завершился определенный важный этап в отношениях с ЕС. Далее мы должны работать на практический и прагматичный результат, выполняя угоди про ассоциацию. И не играющись с какими-то морковками, а шукающие возможности выращивать ее самим. Павел, все ли так гладко было на саммите? Многие СМИ рассереживали информацию, я вас попрошу ее сейчас прокомментировать, о том, что были проблемы, связанные все-таки с итоговым заявлением по итогам саммита. Правда, что Нидерланды ни в какую категорически стали в позицию, что упоминание ни о каком перспективе членства Украины в ЕС они не могут допустить? Ну, насправді, прокоментую дійсно, оскільки дуже багато було мифів, все дуже просто. Для чего нам еще один поперед, который повторяет то, что уже сказано в угоде про ассоциацию? Досягнення, они зафиксовані. Я их очень четко назвал. Мы должны идти до заяв саммита, которые фиксируют новые, очень важные условия. Повторение того, что есть, для чего это нам? Если мы сейчас погодимся на случайное повторение, я вообще не фалатичным прихильником просто каких-то заяв, которые будут забыть за 15 минут после того, как... Ох, Павел, вы такой дипломат, но такой дипломат. Ну, для чего нам текст на 3, 4, 5 стринок, який прочитают тільки експерты, и в якому нема дійсно прорывних речей? Хорошо. Давайте к самым, пожалуй, острым проблемам, которые активно тоже обсуждаются в СМИ. Это квоты для наших производителей установленные, и требования ЕС от наших политиков снять ограничения на экспорт леса Кругляка. Эти вопросы обсуждались в Киеве? Безусловно. Я сказал, что мы получили новые автономные торговые преференции. Это 54 новые позиции. Но давайте скажем честно. Они существенные? Они существенные. Но как мы выбираем квоты? Пшеница 100%. Но как вы думаете, обработана продукция из пшеницы? Аж 3%, даже меньше. Молочные продукты 15, 20, 25%. И, наконец-то, слушайте, мы же не можем вывозить только сонечник и зерновые. Мы должны что-то экспортировать и створить для украинцев реальные возможности и рабочие места. Будем надеяться, что украинские фермеры почувствуют результаты этого решения. И не только фермеры. Все мы вычуваем. И, кстати, то, что мы будем делать в угоде про ассоциацию, это даст нам возможность делать серьезные вещи тут. И в результате европейцы должны купить украинские сосиски, украинское печиво, а не пшеницу и сонечную кровоолею. Вот это должен быть нашим методом. Можно еще поставить министра сельского хозяйства, чтобы обсудить, когда у нас это все так разовьется. Хорошо. Когда могут состояться ближайшие переговоры в Нономародском формате? Мы сейчас говорим про организацию телефонной разговоры. С точки зрения графика, скорее всего, это будет через... Уровень телефонного разговора президента страны. Конечно, это на высшем уровне. Это, скорее всего, будет через следующий месяц, поскольку следующий месяц это просто сложно организовать с логистической точки зрения. Как только мы будем иметь результаты телефонной разговоры, и мы договорились, что это будет серьезная телефонная разговора. Серьезная с точки зрения фиксации именно на вопросах безопасности и освобождения заручников. Потом мы будем планировать, естественно, встречи, но встречи с применением на результат. И вот вы сказали про все эти визиты, динамика, кто-то говорит про динамику, кто-то говорит про результаты. Но, на самом деле, когда политический сезон, або почти политический сезон, закинчивает столько очень серьезных политиков именно в Украине, это свидетельствует, что российская агрессия в Украине и вопрос о поддержке нашей государства, вот на самом первом вопросе... Ну, здесь я с вами согласен, неделя была действительно внешнеполитически насыщена. На этой неделе президент США обсуждал с президентом Франции вопрос мира в Украине. Что вам, сам Трамп об этом сказал, что вам известно, о чем конкретно говорили, о чем договорились? Ну, если я буду выкладывать смысл разговора Трампа с Макроном, напевно, это будет не совсем на 100% корректно. Но я напоминаю, что сказал Трамп в Варшаве, оскольки знаю, в общем, смысл этой разговоры. Россия должна прекратить дестабилизацию Украины. И это относится, конечно, Донбассу. Это относится всего того, что Россия делает здесь. И это относится того, что Минск нужно выполнять, начиная, конечно, с безопасности. Вот это и была главная идея. Все-таки новости позитивные для Украины. Однозначно. Спасибо вам про Трампа и его визиты в Францию, и не только его дела внутриамериканские. Мы поговорим со зрителями позже. Пока я вас благодарю. Спасибо, Павел Кремкин, министр иностранных дел Украины. Был гостем. Подробности недели.